всем привет с вами юля сегодня 6 июля среда и сегодня хочу сделать первое включение по этой рукодельной неделе на этой неделе я вышивала конечно же но не получалось сделать включение на выходных было очень жарко были на море сейчас температура немножечко упала около 32 градусов немножко полегче на выходных опять же нам обещают некоторое похолодание не знаю насколько это будет похолодание потом опять жира но все равно сейчас ветерок сейчас как-то полегче вот у нас было 37 38 до 39 это так мы жарковато вот хочу начать конечно же с моего основного процесса это панна земля этот процесс я стараюсь вышивать каждую неделю быть по чуть-чуть потому что он у меня участвует в нашем совместном проекте рукодельный урожай если кто-то интересуется сп и хочет еще вступить кстати сп мы продлим до 1 октября есть еще время по вышивать то вы перейдете внизу в инфобоксе есть ссылка переходите по этой ссылке нужно сфотографировать ваш процесс на котором на каком он этапе обложки либо картинку что у вас есть чтобы мы понимали что вы вышиваете ваш процесс на каком он этапе находится сделать описание полностью все характеристики процесса ну какое-то ваше впечатление от старта либо вот уже начатого процесса и в группе вконтакте вышиваем вместе переходите к в альбом в альбомы заходите там альбомы со всеми нашим эспе находите альбом с сп рукодельный урожай добавляете вашу картинку заявку пишите все описание и отчитываемся мы по первое число каждый месяц в контакте в контакте в комментарии к вашей заявке и раз в неделю по понедельникам у нас минимальный отчет по 200 крестиком по 200 крестиков не обязательно но как стимул приветствуется как бы мы все стараемся так отчитываться вот и что я на вышивала за выходные покажу еще раз картинку но вы уже рассмотрели как она яркая и сочная мне на очень нравится вот и что у меня на вышивалась за выходные оставлю вам картинку как выглядела работа до и как она выглядит сейчас конечно тут нет целая куча ниток хвостики но постепенно они у меня зашиваются так как вышиваю на топ x и неудобно залазить под изнанку на лице я могу под крестиками закрепить и но стараюсь участвовать этого не делать потому что есть бугорки мне не нравится я ставлю хотя бы вот так вот дело потом уже зашиваю вот ну и за эту неделю за прошедшую точнее вот на этой неделе с понедельника еще не вышивала вот за выходные я на вышивала чуть меньше двух тысяч крестиков мне кажется неплохо и пошли яркие краски как мне нравятся вот эти вот рыжие локоны и кудри в сочетании с зеленым синий конечно же еще присутствует он еще будет но он уже этот цвет разбавляется другими оттенками и мне очень очень нравится вот и сегодня среда возможно либо сегодня либо завтра но на неделе обязательно я еще его буду вышивать потому что это у меня такая программа минимум хотя бы каких-то 500 крестиков вышить один вечер мне нужно дошить здесь какой-то вот такой участок и вышить backstitch и дальше мне нужно переставить кисна ты да вот если меня выксич уже готов ну вот здесь вот здесь такой пробел вот здесь наверно нужно вышить и вот здесь дошить сделать бэкстич и я пойду дальше вправо тоже буду двигаться хочу вышить вот именно красавицу и и голову волосы повышевать вот это у меня такой план на эту неделю яркая работа сочная легко вышивается это 14 каунт схема такая крупная понятная цветовыми пятнами идет вышивка ну в общем это моя отдыхалочка и полное наслаждение вот этими вот красками я отдыхаю и получаю действительно огромное удовольствие от этого процесса вышивая на кюснапах очень мне сейчас удобно на кюснапах вышивать и легко снять можно перестать на другой процесс потому что у меня вот средний маленький у меня их двое есть еще большие кюснапы но пока не хочу на больших поэтому я вот я вот как-то так вот посмотрим как дальше пойдет но пока кюснапы конечно у меня сейчас лидируют дальше чем я занялась вчера я достала машинку она мне в общем-то стоит на рабочем столе просто я ее как бы настроила и нужно было кое-чего там из вещей подчинить вот и давно я смотрела на мою вот эту бескорню так что примялась которую я делала вышивала и собирала очень очень давно по моему это у нас очаривно мыть я когда увидела вот эту пуговицу виде божьей коровки в наборе я вот сразу влюбилась в эту бескорню купила вышила но в сборке я тогда как бы не очень разбиралась и я оставила очень много края вот здесь когда сшивала и бисер у меня также был пришит она мне получилось как такой цветок вот такой огромный я думаю многие из вас помнят я постараюсь найти где-то какую-то фотографию вставить она у меня получилось тоже была симпатичная но все равно как-то мне хотелось ее под собрать вот и вчера я ее взяла распустила убрала весь бисер постирала что хочу сказать по поводу стирки вот когда я стирала вот здесь вот основа нет свайгард это скорее всего best x и она знаете со временем вот чувствуется что как-то вот она начинает как бы не разрушаться но она теряется эластичность него не очень она хорошо себя проявила эта основа и вот когда я стирала я поняла что вот такие вот основы со временем как они портятся и конечно нужно не жалеть не лениться и менять либо на равномерку либо уже на свайгард на ту которая с годами не будет портиться вот эта основа она начала уже как бы так как-то ну вот она какая-то такая жесткая стала ну не знаю какое-то писать постарела что ли может быть так правильнее описать состояние то есть ну в общем я ее постирала долго стирала пыли много она собрала вот высушила и на машинке я ее собрала немножко уменьшила прострочила обрезала края тоже немножко как-то подделала вот вот конечно не идеально потому что ну как-то так папа кругу идеально мне не получилось ну в принципе более-менее на меня собралась вот так же заполнила конечно же синтепоном здесь нитка красная стянула и пришила пуговичку вот она стала такая поменьше такая как цветочек миниатюр на мне очень нравится как она мне получилась в обновленном варианте может быть нужно было посильнее стянуть вот нитками но посмотрю может очень ужик надо может не надо когда стягивала конечно какие-то края может сильно стянула в принципе такая должна быть не совсем прямо идеальной формы его пушистенького такой цветочек вот и что я еще сделала я сделала два пинки пчика сделала две вот такие иголочки помните я вам покупал покупала я вам показывала мои покупки там различные бусинки я купила какие-то для подвеса там еще что-то я вот покупала какую-то керамику и переделывая эту без корню я увидела что в небес корню игольницу увидела что здесь же есть вот видите целая куча этих божьих коровок они мне здесь очень очень нравится как они расползаются в разные стороны я вспомнила и про эти керамические бусинки и решила сделать пинки пчики конечно у этих коровочек глазки такие страшненькие не очень они здесь аккуратненько накрашены раскрашены точнее вот смотрите какие да ну что поделать вот такие вот они здесь но все равно симпатичные вот и взяла просто иголочку коротковатая конечно игла получилась были у меня иглы по длине но они и также были потолще хотела тоненькую иглу и вот я в клей хорошо ее обмакнула использовала также вот такую бусинку беленькую как стоппер да чтобы игла там зафиксировалась вот и получились у меня две такие симпатичные иголочки пины получается как бы такие вот божьи коровки да раз расползаются разлетаются в разные стороны угла назад конечно у них это что-то ну ладно не будем обращать на это внимание будем смотреться в целом на композицию получилось очень ярко по-летнему так вот классно сочно мне прям вот очень нравится я люблю менять без корню на рабочий стол ставлю ту одну другую иголочки втыкаю когда вот вышиваю и там нужно что-то припарковать какую-нибудь иглу временно я сюда могу тоже воткнуть мне нравится чтобы что-то было вот такое рукодельное на рабочем столе прикольно она получилась бисер решила не пришивать мне кажется и так нормально ну такая вот получилась у меня доработка особенно вот эти вот бусинки мне нравятся эти божьи коровки просто супер и вы знаете когда их покупала я покупала просто потому что они не понравились без какой-то задней мысли и вот уже в процессе я поняла что я сделал очень правильную покупку нужно будет еще в этот магазин сходить еще что-нибудь там подыскать а потому что есть у меня вот эта схема от стони крик которую я начала и забросила ну как обычно наш должна отлежаться год как минимум чтобы можно было ее вышивать а то свежак это мы не любим вот и здесь очень большая комплектация по ниткам нитки все я собрала около 70 цветов если я правильно помню плюс там нитки ручного украшения и были здесь еще шармики которые не стала покупать потому что стоят они каких-то невероятных денег а вот смотрите вот есть божья коровка так настраивайся вот есть божья коровка и есть те пчелки вот божья коровка в принципе у меня уже есть я могу ее пришить не знаю конечно по размеру как она будет подходить может быть здесь поменьше не могу сориентироваться по обложке вот ну посмотрю по крайней мере божья коровка у меня есть можно будет еще присмотреть какую-нибудь пчелку такие в принципе мотив очень популярны да вот пчелки там всякие бабочки божьи коровки можно будет найти поэтому покупка оказалась очень даже в тему там у меня есть еще всякие бусинки шармики которые я тоже хочу поскорее пустить в дело может быть найду время нашли мешочков каких-нибудь или органайзеров пока думаю я еще не придумала как мне что мне что мне сделать что что придумать чтобы это было практично не просто мешочек ну первому мешочек которые пошила он у меня хранитель миндаля он нашел себе им применение в доме поэтому все остальное тоже буду конечно же думать искать вот это у меня такие вот мелочи которые вышивались и также на этой неделе я начала снимать видео о всех моих процессах которые я подержала в этом году не вышивала вот именно просто в руках подержала получу папа продвигала потому что если замороженные и взявшись вот за этого ангела я вспомню я поняла что я по нему очень очень сильно соскучилась это покупка этого года такой раритетный набор димбэншенс ангельская мелодия номер 8708 вот увидела влюбилась нашла купила сразу начала вышивать причем достаточно так активно продвигаю в этом году и у меня ну можно сказать половина работы есть вот на первом этапе вышелся вот такой вот орнамент легко вышивался с настроением такие краски нитки яркие я люблю все такое яркое блестящее моё моё вот клиента кстати в ленте у меня была ошибка здесь у меня был вышит бэкстич и я переделала на выкладную нить да все пришлось распускать и я все это переделала и вот здесь вот тоже все видите вот такая у нас здесь юбка красивая в общем я взяла за этого ангела и что я здесь повышевала ну во первых справа с правой стороны у меня был не дошит орнамент лента в общем вот этот весь участок я его доработала орнамент вышел а в бэкстич крыло бэкстич вышел а выкладную нить в ленте вот тут руку до вышивала но немножко крестиков прибавила вот здесь и немножко вот в платье то есть совсем чуть-чуть потом я переставила влево потому что правая сторона у меня уходит вверх и начала заниматься левой вот ленту тут повышевала легко все вышивается тут орнамент кстати вот на сегодня мне нужно вышить здесь бэкстич я тут уже повышевала нужно сразу сесть вышить бэкстич на юбке в орнаменте не хватает здесь кстати в орнаменте еще одного цвета нужно будет его дошить и дальше что я буду делать я наверное пойду вышивать самого ангела именно именно лицо вот голову лицо и крылья здесь немного по крестикам я хочу вышить крыло чтобы начать вышивать вниз точно чтобы у меня все сошлось вот тут вот здесь вот в чем у меня загвоздка потому что у меня здесь есть смещение на один крестик и мне стороны пришлось немножко подогнать поэтому чтобы у меня точно все сошлось я вышлю наверное посмотрю либо сегодня либо в следующей неделе выше бэкстич и потом переключусь именно уже на голову ангела вот здесь и честно не хочется мне от него отрываться настолько хорошо пошел процесс и тут же уже финиш не за горами совсем уже скоро виднеется осталось вот как только ангел выщется там бордюры не вышиваться очень легко поэтому я так сказать уже в предвкушении финиша но еще нужно поработать вот такие у меня здесь новости очень люблю эту работу эти ангелы не так затягивают вот этого вышиваю и у меня еще есть парочка наборчиков которые наборами есть еще и собранные схемы и я уже думаю о следующем ангеле вот так вот вот так вот но скорее всего после этого не буду ничего нового начинать и вернусь к ангелу мира от норы корбит потому что там тоже больше половины там осталось чуть-чуть самое интересное поэтому то после этого буду возвращаться к тому ангелу может быть к сентябрю я не знаю ну вот ну дайте хотя бы помечтать как говорится да пусть не выше но хоть помечтаю но я стараюсь увидите я стараюсь работы продвигаются очень хочется чтобы в июле у меня был какой-то финиш в прошлом месяце у меня что у меня не было финиша поэтому хочется как-то себя реабилитировать в моих планах моих процессах и вот я недавно открыла также список с моими процессами я в этом году хотела быть хорошей рукодельницы повышевать все мои начатыши и я вроде бы как и начала их вышивать но вот посмотрите что произошло уже в этом году вот здесь у меня уже новые процессы этого года поначинались я старалась их сразу завершает но вот видите есть процессы которые я уже начала но так и не завершил все в этом году вот так вот но здесь конечно не ухилл это маленькие работы вот ангельская мелодия 5 февраля я начала не завершила так и к сильным мешочек я себе отметила что ее просто вышел ариоли зи куку старты финиш вот дименшинс ангел сладких снов мечты вот он начат не завершен в апреле смотрите вот у меня тут пошел такой вот видно уже весной к лету все понеслось в апреле начат гладиевый процесс так и стоит рто мельницы маленький наборчик начат лежит мне там основа не нравится ужасно и я поняла нужно ее менять панна земля сейчас вышивается и вот начала еще фестралы по гарри поттеру тоже вот в июне месяце вот видите что произошло у меня еще вот сколько процессов которые лежат поэтому как-то нужно себя реабилитировать и что-то нужно до вышивать из этого списка мы из этого списка самое самое то что может до вышиваться это конечно ангел легко вышивается здесь немного ну и можно конечно подумать об рт о мельнице но может быть на август месяц в июле я их точно не вычью потому что продвигаю другие процессы параллельно вот не хочу зацикливаться сейчас только на одно на двух процессов в общем вы видите что у меня все в общем все как обычно они сами начались я как говорится не виновата и я не сами начались честно не знаю как они начали столько процессов новых вроде бы хотела ничего не начинать вышивать все старое но вот так вот у нас рукодельниц но начались и начались зачем себя в общем-то сдерживать раз хотелось было настроение ну просто как как статистика да как вот она у меня получается как настроение меняется с особенно вот со временем с начала года да вот когда я запал вышивать все начатое потом расслабляешься летом начинаешь капризничать я знаю что косни опять соберусь буду подтягивать хвосты вот такие значит здесь у меня новости увидимся с вами наверное ближе к субботе подведем итоги посмотрим что мне удастся на вышивать за эти дни поэтому не прощаемся увидимся в следующем включении и так сейчас уже 9 июля субботний вечер сегодня работала вернулась поздновато поставила монтироваться видео отчет сп рукодельный урожай надеюсь что смонтируется с первого раза потому что часто бывает что слетает очень много фотографий в разных форматах поэтому программа бывает дает сбой ну практически каждый раз дает сбой и нужно что-то меняйте ставить снова чтобы монтировалась вот но и вспомнила что я не доснимала рукодельную неделю делала включение показывала что-то как но не показала вам что у меня до вышивалась на этой неделе но на самом деле немного я вышивала как-то так вот случилось что различные дела на работе дела житейские времени было немного и вообще было очень жарко а когда жарко и сложно в общем настраиваться на вышивку но вот сегодня у нас прям такого серьезное похолодание для нас дождь прошел плюс 25 и завтра тоже будет прохладно море отменяется поедем поедем гулять куда-нибудь в горы не знаю еще не придумали может быть завтра утром определимся уже окончательно вот ну и что по вышивке вы видите вам на контраст хорошо заметно что работа у меня немножечко здесь подросла на моя основная очень красивые цвета уже участвуют вышивки я приближаюсь постепенно к вот девушки вот здесь я уже где-то в о декольте в области декольте нахожусь волосы вот эти вот рыженьки пока вышивание очень легко вышиваются приятно быксич здесь сразу я бы повышевала но так как эту работу я вот сейчас снялась кюс на пов чтобы вам показать то следующий подход у меня будет именно вот с этой стороны да нужно немножко подтянуть эту сторону здесь также меня ждут опять вот эти голубые барашки зеленые цветы немножко коричневого но опять рыжий пойдут солнце вот такое вот яркое ну что тоже тоже хороший участок нужно постепенно вот так перемещаться разбавлять такие получается как мотив да то с одной стороны то с другой стороны вот как раз вот сейчас нужно будет переставить влево буду вышивать с этой стороны вот это то что касается моего основного процесса здесь все понятно есть у меня еще один процесс который повышевался так и дизайн которую я повышевала которым я позанималась это анкор майя постаковедение так называется этот дизайн здесь у меня без приключения не обошлось как всегда у меня есть какой-нибудь процесс которым у меня происходит приключения но так происходит потому что какие-то процессы я беру вышивать раза в год и могу что-то забыть что у меня как было и либо что-то еще может произойти какая-то ошибка ну в общем здесь у меня красота именно была очень такая детективная история на самом деле с этим процессом вот перед вами то что у меня сейчас есть на моей основе я до вышивала чуть-чуть повышевала не до вышивала чуть-чуть начала вышивать вот скатерть который у нас находится здесь видите вот она вышила небольшой участок потому что ну скучновато как-то не было вышивать и вот именно с этой скатерти у меня и начались приключения я себе и вышивала вышивала потом смотрю что у меня вот здесь пошел очень такой контрастный цвет желтый вот такой вот такой вот цвет желтый и вот здесь вот где вот этот цвет участок был вот этот желтый цвет и я так себе посмотрел и поняла что что-то здесь не так потому что на обложке никакого желтого цвета нет а это у меня была первая зацепка так думаю что то я перепутала давай смотрите по значкам по схеме смотрела смотрела по ниткам ну и понятно что тут у меня три оттенка основных зеленых я поняла что вот этот цвет должен вышиваться но никак не желтый хорошо этот желтый цвет у меня зеленоватый простите цвет находился в ячейке вот с этим черным значком значит я переместила стала смотреть а желтый цвет это вот этот значок я думала может быть я их между собой перепутала стала искать этот значок смотреть этот значок нет он не желтый в общем я искала по всей схеме хорошо что есть вот обложка я стала сверять с обложкой искать искать и мы поняла что желтый значок у меня должен находиться вот в этой точечке вот это значок 300 301 а здесь у меня был черный цвет который вначале якобы у меня здесь был пропуск я поняла что раз у меня пропущен здесь ночек а черного нет во всех уже дизайнах должен быть черный значит где-то я черный забрала и я себе нашла повесила здесь черные нитки но оказывается в этом дизайне вообще не черного цвета понимаете а я уже себе вот здесь повесила и уже что то даже им повышевала общем я поняла что здесь должен быть желтый цвет черного здесь нет я повесила все правильно дальше у меня получилось дилемма у меня получатся не хватает другого цвета 170-го, вот этого значка. Думаю, что такое? Может быть... Ну, так как планшетки я разобрала, все, я уже не могу вернуться назад. Я не знаю, что у меня было. Это, конечно, действительно была большая дилемма. Разобраться, что же я здесь натворила. Вот. Стала искать, где этот значок. Смотрю, он у меня в вазе. Смотрю опять на картинку, где этот значок здесь в вазе. Я понимаю, что он синий. А у меня был только один синий цвет на планшетке. Это было вообще, конечно, все. Либо не было просто синего цвета, либо я его потеряла. Что такое? Вот. Искала, искала, смотрела, смотрела. А получилось вот что. Я уже потом поняла, почему у меня получилась вот эта вот вся такая чехарда с нитками. Получилось вот что. Видите, здесь два оттенка синих. Они очень похожи. И, скорее всего, когда я вытаскивала синий цвет, выскочила, скорее всего, и вот от темного синего выскочила рядом и светло-синяя пасма. И они, на самом деле, вечером, если вот их смотреть, разбирать, они сливаются практически. Вот. Собственно, если вот так в пасме взять, то их не видно между собой. Они между собой как-то сливаются. Вот. Днем, конечно, и хорошо видно. На вечером. Ну, вот практически они неразличимы. И я, когда, наверное, вытаскивала вот синий цвет, вытащилась и рядышком вот эта пасмочка, я их не различила и вместе повесила. Вместе повесила вот сюда в Эльку, видите. И дальше все остальные ниточки. Вот у меня как-то так получилось, что вот этого цвета не было. Потому что он у меня сместился. Все цвета сместились вот здесь. Как там, я не знаю, как я так вообще... Не знаю, как у меня так получилось. Не все цвета, но вот этот цвет, вот эти тени перемешались, и вот эти перемешались цвета. Вот. Ну, хорошо, что я здесь разобралась с цветами. Больше у меня каких-то таких вот смещений нет. Только вот эти цвета у меня почему-то перепутались. Ну, и, соответственно, ниже и на вышивке нужно было теперь это все менять. А здесь получалось, что нужно было выпороть вот этот цвет. Я его выпорола, перешила, заменила. Ну, и дальше началась чехарда у меня здесь в вазе. В вазе у меня тут, конечно, тоже было нашито. Непонятно, какими оттенками. Это вообще просто удивительно, как я вышивала, что я тут вышивала, что тут были у меня вообще перепутаны все цвета. Вот. Ну, часть я уже распорола, стала вышивать правильно, но поняла, что у меня здесь смещение есть на 3-4 креста. Вот где-то вот зеленый цвет, он не сместился. Вообще, с этими 3-4 крестами очень легко просчитаться. Вот. И произошло смещение. Поэтому тут тоже я начала уже распарывать. Нужно будет выпороть вот этот кусок и заново все вышить. Ну, по крайней мере, я нашла свою ошибку. Это уже супер. Если бы я так продолжала вышивать, у меня здесь был еще и черный, я еще и черный стала вышивать. Вообще, красота такая. Вот. Я бы, конечно, тут такого навышивала, что ой-ой-ой. Ну, вот хорошо, что катер стала вышивать и поймала себя на вот такой вот просто... Ну, просто ужас, просто ужас. Главное, что вот этот ужас я смогла разобрать, понять. Благодаря, опять же, отшиву, благодаря картинке я разобралась. Вот. Ну, и немножечко процесс пошел. Уже я чувствую, что я немножко стала тут уже как-то... Расставила все вот эти вот такие сложные места по полочкам для себя разложила. Немножко уже сориентировалась. Вот. Ну, и теперь нужно переделать. Переделать вот этот участок, чтобы ваза уже вышивалась полегче. Сделать здесь бэкстич, дошить, что не дошито. Ну, как-то так потихоньку пробираюсь шаг за шагом, да. Потому что дизайн-то не простой. Местами, да, где-то он совсем простой, вот как скатерть, шьешь себе просто полотно. Где-то есть вот прям вот здесь одни три четвертые креста. Это просто, конечно, не передать словами. Вот здесь я тоже стала вышивать. Сделала небольшой набросок этих четвертинок. Поняла, что немножечко я далеко ходить не буду. Я боюсь своих ошибок. У меня камера не настраивает резкость почему-то. отказывается никак. Но может быть вот так. Да, сегодня вот вечером она что-то у меня вообще не хочет настраиваться. Еще такие цвета. Ну, ладно, может быть в другой раз я вам покажу. Как раз я здесь довышиваю, приведу в порядок мою вышивку. Покажу уже что да как. Более четко. Ну, как-то вот стараюсь. Близко не хочет концентрироваться. Не хочет настраивать резкость. Вот. Ну, по крайней мере, видите, у меня вот какой-то такой участок уже складывается, вырисовывается. Очень красиво, ярко. Я прям радуюсь. Я прям уже радуюсь, что уже хоть что-то у меня с этим дизайном получается. И я думаю, что на следующей неделе я тоже немножко уделю ему время. Хотя бы вот здесь мне нужно переделать вот этот участок, чтобы уже можно было брать и спокойно вышивать вазу. Я думаю, что начну скорее всего с вазы. Потому что вот именно с левой стороны вазы есть пятна, где можно вышивать одним цветом. А вот чем правее уходим, здесь больше 3 четвертых креста. Здесь посложнее участок. Вот. Ну, буду потихоньку вышивать раз в неделю, брать, стараться и по нескольку ниточек. Вот все-таки, если хоть периодически браться за процесс, то есть какие-то продвижения, какие-то подвижки. Вот такие у меня новости на этой неделе. Вот такая у меня получилась неделя. В общем-то, небольшой прогресс, но тем не менее, потихоньку работы вышиваются. Также буду продолжать над ними работать, наверное, вот над этой тройкой. Ну и также хочу пригласить вас в группу ВКонтакте. Я ее сейчас очень активировала. Там каждый день интересные новости. И что-то веселое, и что-то полезное. Просто о вышивке, о процессах. Поэтому я вас приглашаю в группу ВКонтакте. Там теперь не только СП. Ну и просто рукодельные новости и приятная атмосфера. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!